На родине Димаша Кудайбергена впервые отмечают День Абая. Как вы знаете, в этом году исполняется 175 лет со дня рождения Кунанбаева. 10 августа был объявлен Днем Абая. Дата была внесена в официальный перечень праздников. Как ранее писал президент, в честь Абая планируются масштабные мероприятия на государственном и международном уровне. Но это все делается не ради развлечений, а для того, чтобы мы развивали свое сознание, кругозор и развивались духовно. В Минкультуры подчеркнули, что в этом году многие мероприятия в связи со вспышкой коронавируса проходили и пройдут в онлайн формате. По случаю праздника по всей стране организованы около 100 мероприятий, которые будут транслироваться онлайн. Государственный историко-культурный и литературный музей-заповедник Абая разработал специальную культурную программу. В этот же день начнется работа международной научно-практической онлайн-конференции. В ее работе примут участие известные ученые-абаеведы, академик Академии литературы Российской Федерации Георгий Пряхин, представители культурных и учебных заведений. Также вниманию пользователей интернета в течение дня будут представлены видеоэкскурсии по Дому-музею Абая, а также информационные видеоролики об экспонатах музея. В рамках юбилея поэта на родине Абая проводится научная реставрация и музеификация объектов историко-культурного наследия, связанных с именем поэта. Также в международном масштабе 10 августа в 15 часов стартует международный видеомарафон чтения стихов Абая на восьми международных языках мира – французском, английском, арабском, испанском, китайском, японском, немецком и итальянском. В челлендже примут участие ученые-исследователи творчества Абая из разных стран мира. Переводчики, писатели и представители творческой интеллигенции, чрезвычайные и полномочные послы РК и любители творчества великого поэта. В целом, в этот день по всей стране будут организованы порядка 100 мероприятий, которые будут транслироваться на официальных страницах Министерства культуры и спорта, а также Facebook, Instagram, YouTube. Вместе с этим будет объявлен старт онлайн-фестиваля, социальных роликов и короткометражных фильмов, который направлен на выявление талантливых и одаренных личностей он создаст Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok